Поддержать национальные сборные в Самару приехало почти 10 тысяч болельщиков из Дании и Австралии. Сборные встретятся сегодня на стадионе Самара-Арена. А накануне на набережной у Ладьи в пляжный футбол сыграли фанаты команд. Турнир прошел в рамках акции «Забей гол, фанат». Об игре, талисманах и победителях в нашем материале. За их спиной уже полстраны. Сочи, Москва, Волгоград и Казань. Везде теплые приемы, разрушения мифов о России. Все люди были очень доброжелательные, мы пробовали не так много, но впечатления самые положительные. И все были очень заинтересованы в нас и все спрашивали наши впечатления. Больше всего меня удивили люди, потому что когда ехал сюда, думал, они не улыбаются. Но был поражен тем, что многие русские довольно часто попадаются смешные, веселые и всегда готовые пошутить. Попинать мяч на набережной приехали несколько десятков фанатов. Правда, надвигались тучи. Холодный дождь грозил сорвать матч. Австралийцы не растерялись и выступили за уже вышедшую на поле символическую сборную Перу. Завтра команда страны встретится с французами, которым, напомним, сборная с зеленого континента проиграла. Денни Смит и его друг Эндрю Харрес решили поквитаться и одели оранжевые жилетки. Однако пенальти Эндрю пробивает в майке. Для него она как талисман на удачу. Талисман сработал. Символическая сборная Перу побеждает со счетом 3-1. Турниры болельщиков проходят в рамках акции за обеи гол фанат. Кроме игры в футбол, гости и горожане могут сыграть в волейбол, теннис, позаниматься йогой, скандинавской ходьбой и другими видами спорта. Мы поняли, что для жителей города тоже эта акция будет очень полезна. Мы со следующего года хотим ее сделать тоже календарным мероприятием, потому что именно вот таких вот зачинщиков и людей, которые привлекают инструкторов по физической культуре и спорту, которые работают на набережной, их как раз и не хватало. Игры и занятия проходят каждый день с 16.00 до 8.00 вечера. За 5 дней в акции приняло участие почти 800 самарцев и гостей города. Самой большой популярностью пользуются волейбол и футбол. Руслан Шарипов, Дмитрий Столяров, Новости губернии.